Вот так пылится зола шлака отвал. Мы уже рассказывали о том, как 6 июня над озером Кенон в Чите поднялась серая стена пыли. Тогда местные жители выстраивали самые разные предположения, что это мог быть пожар или песок. Мы выяснили, что пыль поднялась из зола шлака отвала. Котлова, накуда складируют золу и шлак от сгоревшего угля на ТЭЦ-1, которая в свою очередь находится в ведении ТГК-14. Чтобы разобраться, насколько нежелательно или, может быть, даже опасно такое явление, мы пригласили с собой экспертом. Кандидат биологических наук объяснила, что котлованы для отходов должны быть защищены от пыления водой или же вяжущими растворами. Дело в том, что в золу шлаковых отходах имеется вся таблица Менделеева, в том числе и тяжелые металлы. Такие как медь, цинк, пыль, поступающая на территорию поселка Кадала, поселка Рапорт и так далее. Они, естественно, оказывают воздействие на и человека. Поэтому, конечно, это чревато экологической катастрофой. Связано с болезнями, если мы будем говорить о населении легочными заболеваниями, верхних дыхательных путей. Если говорить об озере Кенон, то наши исследования показывают, что в воде велико содержание тяжелых металлов, таких как свинец, медь, цинк, молибден, мышьяк, стронцы. Ну, вот такие ряд тяжелых металлов, которые мы находили в воде. Приятного и полезного здесь мало. Помимо обращения Народного фронта в природоохранную прокуратуру, мы отправили запрос руководителю ТГК-14, чтобы выяснить причину выбросов, которые явно не несут ничего хорошего. Исходя из письменного ответа ТГК-14, котлован с золой принадлежит Читинской ТЦ-1. Таким отходом присвоен минимальный пятый класс опасности. В начале июня пыль поднялась на второй секции золошлакотвала из-за перетрассировки золопровода в третью секцию. Проще говоря, золошлакотвал разделен на три больших котлована, которые поочередно с течением времени заполняются шлаком. К используемому котловану ведет золопровод, через который отходы идут к месту складирования. Когда один котлован заполняется, его консервируют и, по идее, должны рекультивировать. А золопровод переносит к другому котловану. Сейчас вторую секцию, которая пылила, вроде как засыпают грунтом и хотят рекультивировать. Для этого проводят экологическую экспертизу. Вы знаете, что ТЭЦ-1 был открыт в 1965 году. Когда мы прошли, вы увидели котлован первого золошлакотвала. В связи с тем, что без фильтрационного экрана был сформирован этот отвал, фильтрационные воды загрязнили за это время подземные воды. И поток поступает от фильтрационных вод в озеро Кенон. И кроме этого потока загрязнены подземными водами река Кадалинка, которые также поступают в озеро Кенон, и источные воды самого ТЭЦ-1. Поэтому вот эти три потока загрязняющих веществ поступают в озеро Кенон. Когда в следующий раз решите организовать семейный выезд на Кенонский пляж, подумайте, а стоит ли оно того. Валерия Наумова, ЗАП-ТВ.